Здравствуйте, дорогие зрители! Я рад вас приветствовать на выпуске исторических портретов. И сегодня мы будем беседовать с преподавателем нашей высшей школы Артемом Валентиновичем Кристианином. Здравствуйте! Здравствуйте, Ильдар! И спрва я хотел бы задать вам вопрос. Вы занимаете должность заместителя декана по общественной работе. И мне было бы интересно узнать, что вас побудило занимать эту должность, что побуждает активно заниматься? Вообще должность называется заместитель декана по социальной и воспитательной работе. И следовательно, эта работа предполагает работу непосредственно со студентами организации. Мероприятия связаны с тем, чтобы наши студенты нормально и хорошо акклиматизировались в стенах нашего Казанского федерального университета. Что побудило? Ну, в данном случае, наверное, опыт студенческий, потому что в годы студенческой жизни я часто занимался и активно занимался общественной деятельностью. Работал в техподдержке во время студвесен, был заместителем старосты. И эта деятельность, ну, достаточно меня очень хорошо привлекает. И как раз в годы студенческой жизни, да, бурной активной студенческой жизни, как раз познакомился с Виктором Евгеньевичем Туманином. И получается уже где-то примерно с 2006 года мы с ним знакомы. И поэтому работа в рамках социальной, воспитательной работы, это как раз вопрос, связанный с тем, чтобы как лучше сделать жизнь студентов нашего университета. И второй важный момент, то, что воспитательная работа, она же предполагает не только следить за тем, чтобы они там не курили, не пили в общежитиях, но это и вопрос, связанный с формированием личности наших студентов. Потому что, когда студент приезжает непосредственно к нам в Казанский университет, особенно, например, из регионов, да, то они очень часто теряются. Где здесь библиотека, чем тут вообще можно заниматься. И одно из направлений нашей деятельности, это как раз вопрос, связанный с тем, чтобы объяснить, где тут библиотека, какие у нас есть научные кружки. Потому что, как бы, наша школа, она, это особенность нашей школы в том, что именно мы там больше занимаемся научной деятельностью со студентами. И, конечно, помочь им с тем, чтобы у них не было проблем психологического паре характера, да, физического, в том числе, характера. И чтобы их жизнь студенческая, она была достаточно такой привлекательной и интересной, ну, на протяжении всех их годов обучения. Получается, были очень активные студенты. Меня вот интересует, а участвовали ли вы в деятельности студенческого научного объединения, если такое имелось? Ой, у нас, когда я учился, в принципе, таких, как сейчас, студенческих научных объединений, ну, институционализированных, их не было. Был кружок, были научные кружки, например, на нашей кафедре, да, где и вы учитесь, в том числе на кафедре отечественной истории, архивоведения, работал кружок дымотечества. Если мы берем кружки по античной истории, то тот же самый античный понедельник или кружок Бодрова Олега Вячеславовича, да, это глобус. И в основном, если мы говорим, как бы, о научной деятельности, то да, здесь мы активно участвовали, то есть я активно участвовал в деятельности научного кружка, впервые там как раз и выступил с докладом. И второе, как бы, наше направление, это уже, можно сказать, так, усилительное, да, развлекательное. Ну, как бы, на протяжении, получается, 2006 года с определенными там перерывами, ну, 120-х я участвовал. Но не как, иногда как актер, но это редко, потому что актер из меня так себе. А вот всякого рода помощи, типа техподдержки, это вот я и любил, заниматься такими вещами. И вот как раз-таки в своей должности вы очень часто сейчас участвуете в ученических мероприятиях, выступаете с докладами, открываете различные встречи. Мне вот было бы интересно, что вот как раз-таки мотивирует заниматься вас этим делом именно сейчас, на данный момент, особенно касательно науки. Да, и вот как вы считаете, в целом же наука, мероприятия по науке для студентов должны развиваться именно в строго академическом, научном ключе, или еще должны развиваться и в научно-популярном? Ну, в рамках, если мы берем в рамках нашей школы, то научные кружки, они должны, прежде всего, как бы иметь несколько такого, ну, как бы уровней. Первый уровень, зачем они нам вообще эти кружки нужны? То есть, первый уровень, это чтобы научить наших студентов самостоятельно заниматься какой-либо научной темой, какой-либо научной проблемой. Потому что заниматься наукой – это ремесло. А чтобы заниматься ремеслом, нужно научиться, да, нужно повторять, 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 повторять. Наше же ремесло историка, оно складывается, с одной стороны, как вы знаете, да, из работы и с источником, да, и с работы литературы. Ну и это тоже определенный труд, который нужно понять, а как этим заниматься. Первый уровень. Второй уровень это выступление. Мало написать, мало найти литературу и тем более источники. Нужно еще уметь их, ту информацию, которую вы нашли, ту информацию, которую вы изучили, нужно правильно донести до непосредственной публики. То есть тем самым мы захватываем и академическую сферу, и научно-популяризаторскую. Если мы берем все-таки наши кружки, то я всегда ориентируюсь в то, что они должны быть более академическими. Потому что, как бы то ни было, мы из вас должны готовить профессионалов. Идеальная цель то историк, преподаватель истории. То есть историк, который способен самостоятельно заниматься научной деятельностью и делиться результатами собственного труда с другими. И следующий важный момент. Это еще достаточно важно. Это форма коммуникации и социализации. Потому что на кружке вы непосредственно начинаете знакомиться с ребятами, которым тоже интересна ваша научная деятельность. И, следовательно, вы как бы формируете вот эту научную сеть друзей, коллег, которые в дальнейшем, в будущем вам пригодятся. Потому что вы будете расти как ученый. Вы будете расти или как преподаватель. Но вы не живете один в этом мире, в этом замкнутом мире, а вам необходимо взаимодействовать. Потому что наука это, что это? Это не только чтение книг, изучение источников. Это еще и форма взаимодействия. Потому что вы всегда делитесь результатами. Что вы изучили, как вы изучили. И поэтому, когда к нам приходят на кружки, особенно я стремлюсь к тому, чтобы еще и первокурсники пришли, чтобы они вливались. Потому что через кружок проходит дальнейший процесс вот этой оккультурации наших студентов. Постепенный их рост. Особенно для тех, кто действительно искренне хочет заниматься наукой. Поэтому все-таки первый аспект это академический. Научить их все-таки заниматься наукой. Привить им это ремесло. А уже второе, это уже в зависимости от психологического склада характера, это уже и популяризаторский аспект. Отлично. Как раз-таки очень хорошо подмечено. Вокруг нашего кружка Дыма Отечея сложилось такое большое сообщество наших друзей и знакомых. Мне вот как раз-таки также интересно, как начался ваш путь в науку? Какую первую статью вы написали? Какая была ваша самая первая научная конференция? Первые научные мои публикации, научные исследования, они начались еще как на втором курсе. Когда я стал писать научную работу у доцента Михайлова Андрея Юрьевича. И первые мои исследования, они были посвящены вообще проблеме взаимосвязи образа архитектуры и общественных настроений. И, пожалуй, для меня самым первым таким моим научным исследованием стало изучение проекта Витберга. Это архитектор, который жил в первой половине XIX века, уже, к сожалению, сейчас не помню даты его жизни. Он первым спроектировал храм Христа Спасителя в Москве. То есть, этот проект кардинально отличался от того, что мы сейчас видим, да, реконструированный проект в Москве, храм Христа Спасителя. И в дальнейшем как раз первая моя статья была посвящена как раз Витбергу и вот этому, безусловно, грандиозному проекту архитектуры, связанной с объединением всех христианских церквей в рамках единого христианства, в рамках екуменизма. Вот. И первая такая действительно серьезная научная конференция, она была в Чебоксарах, где я как раз выступил с проектом Витберга. В дальнейшем как бы интерес к архитектуре он не пропал и в дальнейшем стал просто заниматься уже не классицизмом, а поисками оригинального русского стиля в архитектуре, да, потому что национальное оно ищется не только в сознании, да, но оно ищется в визуальных формах. И вот получается с третьего курса, когда я стал заниматься русским стилем, как раз появляются первые исследования, первые работы, как раз посвященные дискуссии вокруг того, а что такое русское в архитектуре. И как раз публиковался в сборниках Николая Ивановича Ильминского, ой, Лобачевского, всех собрал, Ильминский, Лобачевский, далее, и потом в разных студенческих сборных. То есть как бы вот уже где-то со второго курса, да, я активно стал как раз заниматься научной деятельностью. А что вас побудило заняться именно научной деятельностью? Хороший вопрос. Науч, наверное, побудил, в данном случае это же, когда мы идем к науке, то очень часто мы прежде всего выбираем человек, который на нас влияет, который оказывает на нас существенное влияние в выборе нашего дальнейшего пути развития, карьерного, профессионального, личностного. И смотря на наших педагогов, да, на наших учителей, на Андрея Юрьевича Михайлова, на Альберта Ильича Мухаммадеева, и возникало вот это желание в том числе изучить что-то новое для себя. Прежде всего, именно сначала для себя понять, а что и как устроена вообще историческая наука, как устроены те или иные сюжеты. Это свой род же детектив, да, которым хочется разобраться, найти вот эти детали, почему так произошло, кто в этом виноват, кто в этом процессе участвовал, да, и кто там не убил, по крайней мере, но по крайней мере, кто сделал тот или иной феномен, который оказал существенное влияние. И второй аспект, это прежде всего некое такое любопытство, детское любопытство, связанное с пониманием того, а кто мы такие, да, почему мы сложились такими, а не какие-нибудь другими, да, почему у нас общество такое интересное, специфическое, да. И поэтому наука, она как раз давала определенные ответы, в том числе на мои жизненные, прежде всего, вопросы. Мне также было интересно, почему вы выбрали именно также роль преподавателя, ведь можно заниматься наукой в Академии наук, не участвовать в жизни университета. Почему выбрали именно стезию преподавания? Это хороший вопрос. Конечно, всегда прекрасно, да, там сидеть, пишешь статьи, прекрасно, да, сиди, ходи в архив, в библиотеки, это действительно круто, это действительно важно. А преподавательская роль, она же предполагает о том, что все-таки я люблю поговорить, да, и на протяжении пяти лет обучения это желание никуда не пропало. И говорить всегда и везде, оно является как бы частью моей психологии. И, следовательно, говорить об истории для меня это интересно, да, говорить, причем многое, находить какие-то интересные сюжеты, связанные с исторической тематикой, с какой-то исторической проблемой. Поэтому, я думаю, почему стал заниматься преподаванием? Потому что люблю говорить, да, люблю доносить людям знания. Знания, да, это в какой-то степени бремя, потому что мало донести знания. Надо и понять, человек понял то, что человек, как бы я ему рассказал, или не понял. Поэтому это одна из психологических особенностей. Ну и второй важный момент, это как бы кто-то же должен тоже преподавательской деятельностью заниматься, да. И это, на самом-то деле, очень приятно, особенно, когда вы рассказываете не просто какие-то абстрактные сюжеты, да, из истории России, а сюжеты, которые непосредственно вы сами изучили, которые были самостоятельно реконструированы. И тем самым, благодаря преподаванию, происходит некое видение того, что результаты вашего труда, они доходят до того, кого нужно, да. И происходит некое такое моральное удовлетворение от того, что, как бы, все, что я сделал, это было сделано не зря. И вот как раз таки так же мне было интересно, вот каково было впервые оказаться преподавателем? Как прошли самые первые ваши занятия, пары? Ну, первая моя работа, она была не в рамках высшей школы. Вот прям действительно работа, работа, не практика, да, потому что, как бы, практика это одно, да. Да, как бы, там все равно сидит учитель, смотрит за учениками, там, тише, да бладь, да боже, благодать. А первая моя работа, она была связана с колледжем, то есть это ребят, которые окончили 9 классов, да, многие из которых решили уже сразу заняться профессиональной деятельностью, да, то есть стать профессионалами. И первый опыт, честно скажу, был такой очень тяжелый, потому что никакого учителя на задних рядах не было, их было человек 20-30, я читал лекцию по истории России, и тогда я понял, что то, что как мы учили преподавать, так с ними не стоит работать, потому что, во-первых, я их, Ань, смог слабо заинтересовать, во-вторых, я не знал, кто они такие, да, и, следовательно, у нас не получался диалог. А когда нет диалога, и человек не понимает, кто перед ним сидит, то и лекция происходит, ну, достаточно таким сумбурным образом, да. Преподаватель что-то говорит, а студенты занимаются собственными какими-то вещами, да, кто там, кто-то воду пьет, кто-то пирожки жует, кто-то спит, да, кто-то просто ушел. Да, и поэтому, как бы, первый, блин, был комом, ну, такой достаточно тяжелый урок, конечно, там никто не ушел, но было тяжеловато, но в дальнейшем понимание того, что преподаватель это человек, который должен изменяться в зависимости от ситуации, да, понимать своих учеников, понимать своих, так, студентов, оно стало таким важным уроком для того, чтобы корректировать темы лекции, корректировать темы практики, для того, чтобы понимать, как вообще действительно доносить знания. И на самом-то деле это очень хороший опыт работы в колледже в том, что там было очень достаточно много трудных подростков, с которыми нужно было уметь разговаривать, да, уметь находить общий язык, причем действительно сложно, у кого-то там какие-то жизненные трудности, проблемы в семье, и, следовательно, как бы вопрос истории для них это всегда на втором плане. А задача преподавателя, в том числе, это иногда и понять, так сказать, и простить, да, этого студента, и понять, а как действительно ему помочь не только на уроках истории, помочь получить знания, но и создать более-менее комфортные условия, чтобы он чувствовал себя в определенной безопасности. А как дальнейшая прошла ваша биография, как вы перешли из колледжа к работе в университете? Так, я даже не помню, когда уже пришел в университет, но работал сначала в колледже, потом у меня появились часы и в высшем образовании, потом у нас как раз был объявлен конкурс, сказан, в федеральном университете, и второй мой учитель, который мне помогал в написании кандидатской диссертации, Ставь Владимир Васильевич, предложил поучаствовать в конкурсе, который проходил на кафедре отечественной истории. Это, если не ошибаюсь, был то ли 18-й, то ли 19-й год. Не могу вспомнить, уже все, голова стареет. А каково было впервые оказаться преподавателями среди людей, которые вас учили, которые вас преподавали? И честно, я ощутил какое-то спокойствие, потому что, с одной стороны, ребят-колледжане, которым очень часто история, это на втором плане, это как бы доп. предмет в довесок, а когда оказываешься в среде студентов-историков и понимаешь, что, ну, если не 100%, то, конечно, мало кому нужно, да, например, 50% нужна действительно история, они хотят действительно стать историками, есть ощущение того, что труд становится крайне результативным. И возникает вот это психологическое спокойствие и желание дальше еще чего-то искать и находить. Ну, и, во-вторых, это действительно комфортная обстановка, да, потому что всегда хорошо находиться с теми, кто близок, да, кого вы знаете, кто, с которыми, у которых даже сдавал экзамены, и, следовательно, они знают и минусы ваши, и плюсы ваши. И, следовательно, не нужно там притворяться, строить из себя кого-то, да, в данном случае приходится работать тем, кем вы являетесь, да, и в том числе, конечно, улучшать себя. И вот как раз-таки вы упомянули преподавателей, которым вы издавали экзамены, как раз вот вы рассказывали несколько о своем студенчестве. Мне было бы это интересно узнать, вы же сталкивались во время обучения с такими очень известными, мименитыми историками, такие как Литвин Старч, Литвин Младший, Ермолаевым, Владимиром Васильевичем. Вот, какое было ваше первое впечатление о них? Возможно, есть какие-нибудь замечательные, интересные истории? Самое первое и, наверное, самое прекрасное впечатление, это был преподаватель, доцент тоже кафедры отечественной истории, Кашфудинов Ренар Газеевич. Он у нас читал лекции по средневековой истории России. Он был прекрасен, да, то есть это был всегда в костюме, у него была прекрасная прическа, он был, ну, просто был красив, да. Приходишь на лекцию и смотришь, ну, прям идеальный профессор, идеальный преподаватель. Его лекции, я впервые, когда был на его лекции, я понял, как человек грамотно и методологически грамотно структурировал свой лекционный материал. Он читал без бумажки, видно было то, что он профессионально изучал современную на тот период времени литературу, и был действительно, ну, прям потрясающий лектор, и к нему многие ходили, да, просто ходили для того, чтобы его послушать. Но, к сожалению, он умер в конце вот моего первого семестра, он когда уже должен был вести лекции по истории культуры. Потом, что Ермолаев, Игорь Петрович, это, безусловно, был такой нашей звездой, потому что это действительно человек, который самостоятельно разработал курс по исторической хронологии, его учебник до сих пор мы используем при написании наших работ по хронологии, решаем задачки по хронологии. И он читал лекции действительно как, ну, такой выдающийся актер, потому что поставленная речь, ораторское искусство на высоте. И главное, он как раз та особенность в том, что интересно, да, то, что вот он часто на лекциях рассказывал материалы, которые непосредственно сам изучил, то есть непосредственно собственных источников, которые он сам нашел в архивах, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Казани. И это было действительно интересно слушать, потому что через Игорь Петрович Ермолаев можно было как раз заметить, как работает историк, как непосредственно человек готовит на основе вот этого исторического материала свои лекции, строит семинары. И в дальнейшем Игорь Петрович, он всегда не был таким определенным образцом, в том числе, как Ринар Газевич, исторической науки, да, потому что, когда мы говорим об истории России, это всегда у нас Ринар Газевич и Игорь Петрович. И третья фигура, достаточно действительно важная, которая оказала действительно большое влияние, это Литвин Альтер Львович. Он у нас читал лекции по историографии. И, пожалуй, для нас самое важное, в чем его значение? В том, что, с одной стороны, он показал и сделал нам прививку о том, что нужно относиться критически к историографии. Нужно уметь правильно анализировать исторические труды в зависимости от той эпохи, когда жили те или иные историки. И самое главное, он сделал нам прививку от тоталитаризма, от идеализации идей вождей, да, то есть создать то, что ко всему нужно относиться критически. Уметь понимать и выстраивать исторический материал в соответствии с источником. И, в том числе, это литературно преподносить, правильно преподносить для своих читателей. Поэтому его работы, например, посвященные гражданской войне, они до сих пор считаются классиками, фундаментальными работами, благодаря которым мы, в принципе, узнаем об эпохе, да, там, 20-х годов. А самое главное, их интересно читать. Так, что касается еще фигуры, это, конечно, был Альберт Ильич Мухаммадеев. Он у нас вел семинары по истории, по средневековой истории России. Он поражал, конечно, своей эрудицией. Пожалуй, наверное, он знал все, что можно было связывать с средневековой историей России. И самое главное, самое главное, чем он научил, старался, да, по крайней мере, научить, это работать с источником. И он не был таким, он не был грубым, он не был жестоким, да, он именно прям такая планомерная работа с чтением источником. То есть, основная работа на семинаре – это вот источник, читаем, интерпретируем, понимаем. То есть, то, что, в принципе, и должен заниматься историк. А вот как раз-таки, когда вы начинали свой научный путь, делали первые шаги, что они вам говорили? Возможно, давали какие-то советы, комментировали ваши публикации? Читать больше. Больше читать. То есть, Альберт Ильич говорил о том, что нужно больше читать. Андрей Юрьевич говорил о том, что нужно расширять и философский горизонт. Как раз благодаря Андрею Юрьевичу я прочитал разные работы по социологии национализма, по теории национализм, потом французский философ, вашего любимого Мишеля Фуко, как раз благодаря Андрею Юрьевичу прочитал. Так, а еще какие советы? И потом еще был совет, хороший совет Герма Пантельмоновича Мягкова, который говорил о том, что, чтобы писать хорошо статьи, нужно их постоянно писать. Потому что это ремесло. Чтобы быть сапожником, нужно делать сапоги. Чтобы быть историком, пиши, 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 пиши. И вот немногим ранее вы сказали, что каждый студент, который хочет заниматься наукой, дальше развиваться, так или иначе выбирает себе такого образцового преподавателя, который как раз таки ему этому учит, является такой некой образцовой фигурой. Получается, эти фигуры стали для вас именно таковыми? Да. Потому что мы идем к личности. Мы идем к определенному человеку, который близок, с одной стороны, а, с нашими научными взглядами, и, б, в том числе, где человеку, в принципе, психологически комфортно работать. И такими действительно преподавателями для меня стали доцент Михайлов. И потом, когда я писал уже кандидатскую диссертацию, доцент Остафьев Владимир Васильевич. И оба, оба, с одной стороны, действительно были близки к тем научным взглядам, которым я придерживался. Это определенный, в том числе, демократичность взглядов и вопросы, близость взглядов того, как нужно работать с историческими источниками. Ну и важный момент, то, что с ними было комфортно работать, потому что они в любой момент времени, ну не в любой, конечно, свободный момент времени, они корректировали работу, смотрели работу, говорили, что правильно, что неправильно, а главное, что вообще не надо писать, а вообще, вообще не нужно никогда писать. И при этом не было ощущения такого обиды на них, потому что всегда понимаешь, раз критикуют, значит, видим, так и должно быть, да, когда приносишь текст, а там все вычеркнуто. Ну, значит, так оно и должно быть. Вообще же, в целом, отличается исторический факультет сейчас от того, где вы учились, может быть, атмосферой, чем-то еще? Ну, отличается тем, что, по крайней мере, мы переехали уже хотя бы в другое место, да, первоначально мы учились в двойке, да, вот здесь рядышком от этой студии на 12-м этаже, как-то все было сгруппировано на одном этаже, и была более такая плотность, ниже были выше, даже не знаю, как сказать. А теперь мы учимся на Левобулачной, где студентов много, и следственное ощущение того, что студенческая жизнь большая, она немножко изменяется, да, потому что мы же были маленьким факультетом, да, теперь мы большой факультет, да, большой институт, где много студентов. А атмосфера, ну, не знаю, атмосфера, мне кажется, она, то есть, каждое поколение, оно всегда другое, да, и поэтому сравнивать то, что было как бы до, при нас, после нас, это не совсем корректно, потому что люди меняются, да, потому что один год приходит поколение, как вы, таких активных, бодрых студентов, да, а потом приходит поколение таких более меланхоличных, что ли, студентов, которые занимаются только вот своей научной деятельностью и не лезут в популяризаторство, да, не лезут там в активность, да, занимаются какой-то своей деятельностью. Поэтому мы можем найти более много общего, да, как бы то ни было, наши связи друг с другом, они по-прежнему являются достаточно крепкими. По-прежнему вот это сохраняется университетская атмосфера комфорта, когда, как бы то ни было, любой студент может подойти к преподавателю, спросить о том, как ему заниматься наукой, да, как ему писать статьи, да, никто его за это не покритикует, не наорет и так далее. То есть вот атмосфера взаимности, да, атмосфера определенного в том числе равенства, да, студентов, как бы то ни было, наши студенты, они все равны, и мы учимся, мы работаем. Не секрет, конечно, что вы специалист по старообряческому назначению в России, и вот как вы пришли от архитектуры, возможно, от некоторой социологии, да, от нации, вот как раз-таки к истории старообрячества? Вообще там путь был такой. Сначала была архитектура, когда я писал кандидатскую диссертацию, была историография религиозной политики в среднем по Волжье, а уже сейчас, как бы на данном этапе старообрядцы. Как пришел к ним? Потому что, когда я изучал литературу по религиозной политике, по конфессиональной политике, которую проводил в среднем по Волжье, то выяснил о том, что, в принципе, оказывается то, что литературы, да, достаточно по изучению, по истории старообрядчества в Казанской губернии не так уж и много. Но при этом архивных материалов, которых я встречал в нашем государственном архиве Республики Татарстан, было достаточно много, причем достаточно оригинальных и интересных. То есть, с одной стороны, интерес к национальному, да, который в дальнейшем был прикреплен к религиозному, он нашел некое такое свое воплощение в старообрядчестве. Потому что старообрядчество — это, с одной стороны, и религиозный феномен, да, который был характерен для истории России, характерен и по сей время. И, с другой стороны, это и национальный аспект, какую роль старообрядцы в дальнейшем будут играть вот в национальном проекте российской культуры. Поэтому старообрядцы для меня, они стали такой определенной отдушиной после изучения историографии, литературы, да, потому что непосредственно, когда работаешь все-таки с источником, находишь действительно что-то оригинальное, новое, это немножко другое. Это более интересный момент. — В другой передаче «Сковородка» вы сказали, что через историю старообрядчества можно увидеть весь трагизм русской истории, да? Хотелось бы подробнее про это послушать. — Ну, обычно это я рассказываю на лекциях, да, как раз то, что у нас с вами сейчас идет по истории старообрядчества. Трагизм русской истории заключается в том, что это действительно, это был первый раскол российского общества не по политическим причинам, да, не по экономическим, не по социальным. Экономические причины можно преодолеть. Социальные можно преодолеть, политические. А это был серьезный культурный конфликт, который затронул формы общественного сознания, формы взаимодействия людей друг с другом, как некий кризис, ну, пусть будет, грубо звучать, некий кризис общей идеологии, которая сплачивала все население. Представьте себе, да, то, что у нас некогда единое общество начинает раскалываться на людей, которые начинают не признавать религиозные вероучения и религиозную идентичность друг друга. Из такого общества мало чего можно склеить, да, мало из чего из этого общества можно сформировать как некое единое целое. Второй важный момент, то, что этот раскол культурный, он же привел к действительно трагическим жертвам, да. С одной стороны, это репрессии со стороны государств по отношению к лидерам. С другой стороны, это движение старообрядцев, которые не хотели жить в государстве, да, вот это движение массового самосожжения старообрядцев, когда люди сознательно уходили из жизни, да. И вот этот трагизм непризнания друг друга, да, или наоборот признания, но сквозь зубы, оно не позволяет обществу формироваться как единое целое. В этом и заключается трагизм о том, что государство не хочет идти с ними на диалог. И следует, а зачем старообрядцам-то в том числе идти с ними на диалог? А государство не может существовать, когда внутри общества нет диалога. Вот в этом как раз и пример вот этого трагизма ситуации, который был характерен, ну, вплоть до, ну, наверное, до 91-го года все-таки даже. То есть, получается, даже в советское время не получилось наладить? В советское время там трагизм был немножко другой ситуации, как мы помним, да, вот этот религиозный атеизм, от него пострадали все и православные, и старообрядцы, и мусульмане, и буддисты и так далее. То есть, общество, то есть, религия, она стала находиться в ситуации оппозиции государству, но люди по-прежнему были, должны были скрывать, да, вместо праздников православных или мусульманских ходить на праздники светские, да, тем самым это же тоже трагизм, когда человек скрывает искренне свои религиозные убеждения, да, и поэтому здесь тоже ничего хорошего нет в этом. Поэтому, как бы, 91-й год, это вот та черта, когда люди, то есть, государство, с одной стороны, признало о существовании и старообрядцев, и православных, и католиков, и так далее, и пошло с ними в том числе на диалог, который мы сейчас и видим. Общались ли вы со старообрядцами, ну, сегодняшними, с старообрядческой общиной? Довольны ли они своим положением дела? Сейчас получилось ли в момент наладить диалог, или он только налаживается? Диалог как бы идет, но, честно сказать, я общался только онлайн, да, то есть, прям, не было такого живого общения, а онлайн был, да, но смотря то, чем они занимаются, там, восстанавливают храмы, они восстанавливают кладбище, они восстанавливают память о своих предках, тем самым можно заметить то, что они наконец-то, они и получили ту определенную свободу, о которой всегда мечтали, да, в свободу, в признании тем, кем они являются. И это, наверное, самое важное, то, что они сейчас свободно этим занимаются, да, и активно в том числе взаимодействуют с государством, это говорит о том, что тот трагизм, да, он начинает преодолеваться, да, начинает преодолеваться вот эта ситуация взаимного непризнания, наоборот, появляется диалог, да, и это очень важно. Некоторые из ваших работ посвящены рябиновцам, да, направлению старообрядчицы, и вот как раз-таки в одной из нонтаций вы пишете, что это всем еще не исследовано. Как вы, вот, вы думаете, почему так получилось? Так получилось, самое главное, мы же историки, да, и мы работаем с чем? С источниками. А рябиновцах, да, это было такое маленькое старообрядческое движение, которое проживало возле Чистополя, потом часть была в башкирских землях, в Оренбуржье в том числе. Это было, ну, на самом деле, очень маленькое старообрядческое движение, оно там насчитывало, ну, максимум несколько, может быть, десятков тысяч человек, даже меньше. И они после себя не оставили ни одного исторического источника. То есть, это была чисто устная культура. И поэтому они оказались для меня достаточно интересным таким феноменом, когда я нашел один источник, который они написали лично сами и описали собственные религиозные вероучения, да, и они как раз оставили вот этот материал, и уже как раз благодаря этому историческому материалу уже дальше как бы начал писать о них, и уже благодаря каким-то определенным таким источникам удалось понять, кто они такие, как они жили, и в чем особенность их религиозных взглядов. Ну, и, во-вторых, важный момент, помимо отсутствия как бы источников, их осталось очень мало на сегодняшний день, и поэтому среди исследователей, видимо, и не возникало какой-то такой острой необходимости изучения их. Они, так сказать, были в тени других старообрядцев. Получается, как я правильно понял, вам, Медвеж, что именно такая страсть, где вы начали источник, не начали подробные литературы обширно по теме, как таки именно поэтому и решили заниматься. В том числе, потому что как бы наука, что это? Это открытие чего-то нового, да, не Америки, по крайней мере, да, там не законов тяготения, но, по крайней мере, открытие нового общества, да, достаточно оригинального. И через то, что как бы мы вносим в изучение истории, дополняем вот этот исторический нарратив новыми знаниями, которые мы сами в том числе находим и создаем. Потому что, наверное, мечта любого историка это найти какой-то очень супер оригинальный исторический рукописный источник, из которого можно прям сделать, ух, а никто это не видел, никто это не знал, а я нашел, я молодец. Да, есть такое. Есть, конечно. Да, а вот как раз таки вы упоминали, что общались с некоторыми представителями старообрядческого изучения как раз таки онлайн. Общались ли вы как раз таки с рябиновцами? К сожалению, нет. К сожалению, не получилось, потому что была идея, и там практически эта идея реализовывалась, это снять фильм о рябиновцах в городе Чистополе, там и Чистопольский музей уже практически организовал целую команду, которую и в меня туда включили. Но вследствие определенных обстоятельств, как бы съемка фильма не удалась. Говорить, а почему не удалось, к сожалению, не знаю. Да, а как вы думаете, почему именно, что именно отличает рябиновцев от остальных старообрядцев, помимо вот их таких классических черт, да? Они, как они писали о том, что они в обрядовой практике использовали крест из рябинового дерева. Он был просто деревянный, да, как показали современные исследования. Второй важный момент, то, что они не признавали священства, то есть у них не было попов, они прежде всего непосредственно сами крестили своих детей, венчали. И другой важный момент, то, что уже к началу XX века у них священство появляется. Другой интересный момент, то, что до сих пор меня как бы мучает и интересует, это изображение Иисуса Христа на кресте без лика, то есть без лица. Откуда это пока возникла эта идея, я, к сожалению, тоже пока не нашел информации, и как бы на самом деле тяжело ее найти. И другой очень интересный, важный момент с рябиновцами, это то, откуда они все-таки пришли. Откуда у них такой был радикальный взгляд на то, что мир антихристов, он наступает, и почему царство антихристово такое наскоро ближайшее к нашему времени. И что еще интересное, как бы есть версия, что невозможно пришить действительно из Нижнего Новгорода, и вот здесь как расселились в Казанской губернии. А вот как вы считаете, в целом история старообрядческого движения, в том числе и рябиновцев, она актуальна на сегодняшний день? Конечно актуальна, потому что через понимание старообрядчества, через понимание изучения старообрядцев можно по-прежнему узнать особенности сохранения каких-либо элементов культуры, которые были утрачены в эпоху Советского Союза, 19-20 века. И через изучение старообрядцев можно проследить вот эти, какой-то, ну нехорошо ты говорить, конечно, архаический элемент православной культуры, которым удалось сохранить старообрядцам. И второй важный момент, то есть через историю старообрядчества мы можем проследить, как государство формирует идею единой русской нации, идею российской нации, поэтому как бы изучение старообрядчества нужно и необходимо. А развивается ли это сейчас на должном уровне, как вы считаете? Думаю, что да, потому что, например, в Москве есть прекрасные исследователи Смелянская, Агеева, которые активно проводят и проводили в том числе археографические экспедиции по России, пишут действительно прекрасные работы по истории старообрядчества. То есть получается, именно на примере старообрядчества можно посмотреть, как развивалась русская нация, как сформировалась и идентичность в том числе. Все правильно, все правильно. И второй момент, как те же самые старообрядцы пытались в том числе и сохранить свою уникальную культуру и сохранить свои элементы, которые по-прежнему живы по сей день. А вот как вы считаете, что более актуально на сегодняшний день именно изучение православия как отдельного направления христианства или же как раз-таки отдельное изучение старообрядчества? Мне кажется, не нужно так делить прям строго православные, старообрядцы и так далее. Нужно прежде всего изучать непосредственно ситуацию, в котором проводилась та или иная политика. То есть в данном случае, когда мы изучаем через диалог, мы начинаем понимать, как люди выстраивают друг с другом отношения. Мы же прежде всего изучаем людей, а уж потом они там рабочие, комсомольцы, православные, старообрядцы, президенты, премьер-министры и так далее. Наша же задача историка это понять, как люди в том числе находят отношения и выстраивают отношения друг с другом, как они видят человеки, человеков. Извините, уж как бы за этот неправильный грамматический оборот. И через историю мы можем проследить, как православные и старообрядцы друг с другом взаимодействуют и понять, какие институты, какие прежде всего формальные и неформальные влияют на то, чтобы мы жили в рамках единого социума. Поэтому иногда вот это жесткое деление, вот мы изучаем православных и старообрядцев не будем, оно некорректное, да, потому что оно не позволяет взглянуть на цельную картину исторического прошлого. Поэтому и тех, и тех, и всех других. Вот вы также немного сказали про советский период изучения, да. Вот как вы считаете, рассматривание историографии имперского периода, советского и новейшей историографии, оно вот позволит как раз-таки взглянуть на полной широте, на старообрядческое движение, на его историю? Или же, ну, там есть какие-то специфики, коррективы? Коррективы, конечно, есть, потому что по-прежнему же у нас находятся новые исторические источники, да, в том числе архивные источники, благодаря которым мы все больше и больше узнаем о старообрядце. Во-вторых, находятся какие-то новые рукописные собрания, да, появляются новые методики анализа исторических источников. Каждый из периодов, он в любой степени, он оказал влияние, да, говорить о том, что вот в дореволюционной все было плохо, в советской еще хуже, а вот современный прям расцвет, это неправильно. Потому что дореволюционная историография, она дала тоже достаточно много информации, да, там впервые стали публиковаться исторические источники по старообрядцам, достаточно оригинальные. Там впервые стали проводиться и реальные научные исследования, да, то есть не миссионерско-религиозные, которые были направлены на опровержение религиозного вручения старообрядцев, а именно на понимание, кто они такие есть. В советский период, конечно, сдвиг немножко был в сторону социально-экономического характера, да, то есть старообрядцев. С одной стороны, они были недостаточно, они были и удобны, и неудобны в одно и то же время. Почему? С одной стороны, с точки зрения как бы советской историографии, они кто? Они религиозные диссиденты, да, те, кто пострадал от имперских властей, да, следовательно, они в идеале должны были бороться против имперского режима. Но с другой стороны, они не были как бы такими уж прям супероппозиционерами по отношению к власти в 19 веке. Поэтому, с одной стороны, их изучали, да, но и с другой стороны, их изучали с точки зрения как оппозицию, социальную оппозицию, экономическую оппозицию по отношению к государству и правителям. Если мы берем уже современный период, то тут картина такая более становится интересной, более важной, потому что множество подходов, да, множество источников, которые стали открыты, нет какой-то единой давлеющей схемы о том, как описывать старобрядцев. Поэтому и картина по истории старобрячества, она становится более многообразной. Поэтому они могут быть представлены какими-то экономическими оппозиционерами. А с другой стороны, наоборот, появляются какие-то работы, связанные с описанием того, как они, наоборот, активно включались в экономическую политику жизни государства и, в том числе, оказывали существенное влияние на культурную жизнь. Получается работать с дореволюционной советской историографией мощно, но осторожно. Не то, что с осторожностью, с критической осторожностью понимания того, то есть, как мы можем изучать на современном этапе старобрядцев, если не можем понять, что мы сделали, что сделали до вас. Потому что говорить о том, что я тут первый, это всегда неправда, это ложь. До вас всегда кто-то что-то изучал. Поэтому опыт предшественников, он важен, потому что хотя бы для того, чтобы хотя бы понять, а какие источники уже изучили, какие не изучили. Или, например, какие выводы уже были сделаны. Зачем открывать заново Америку, если уже до вас в 19 веке все это сделали. А можно как-то разделить историографию по старобрядцам не по хроническому делению, имперской, имперской историографии, советской, а по другому принципу? Можно тематически. Например, связано с... Можно как? Можно, например, сделать по разным согласиям. То есть, как бы старобрядцы это же супер многообразный феномен, интересный, богатый, культурный. То есть, сначала можно сделать там по тематически, например, там по согласиям, там поморцы, рябиновцы, поповцы, часовины и так далее. Второй вариант это с точки зрения по объекту изучения. То есть, например, экономическая деятельность старобрядцев. Дальше. Это может быть их роль в политической жизни. Дальше. И третий это по культуре, в том числе. Например, иконописание среди старобрядцев. Дальше. Это обрядовая жизнь, какие элементы культуры для них были важны, которые по-прежнему сейчас. И, например, в рамках современных исследований, например, антропологии современного старобрядчества. То есть, как бы можно хронологически, тематически, по согласиям и по сюжетам, например, там по сюжетам научным, да, там искусствоведческим, историческим и антропологическим. Вы упоминали, что историк должен быть кратким, лаконичным, уметь емко излагать свою мысль. И я решил попросить вас немножечко характеризовать буквально одной фразой, может быть, даже смешной, может быть, забавной, фразой касательно историков прошлого и современного. Надеюсь, там ничего грубого не выскочит. Ну, это уж от вас зависит. Как бы вот вы сказали про Карамзина? Писатель. Писатель все-таки? Да, писатель. А про Ключевского уже? Колонизация. Потому что, когда говорят про Ключевского, у меня сразу вспоминается его исследование про историю колонизации. То есть, историк-колонизатор. Интересно. А про Платонова, например? Платонов. Платонов — Олимпиада. Почему? А потому что, когда я учился в школе, я читал как раз работы Платонова по истории России. И поэтому для меня Платонов — это всегда Олимпиада по истории России. Интересно. А вот про Покровского, советского историка? Покровского — это политик. Это не историк, это, прежде всего, политик, который решил заняться историческими написаниями работы. А вот как раз возвращаясь в наш университет, как бы вы охарактеризовали Литвина Старшего и Литвина Младшего? Ну, это действительно выдающиеся историки. И они добились своих результатов в разных своих сферах. То есть, если мы берем Литвина Старшего, Алексея Львовича, Альтера Львовича, то он, безусловно, тот человек, который внес существенный вклад в изучение гражданской войны, историографии сталинизма, и поэтому он один из самых известных исследователей по критике тоталитаризма в эпоху Сталина. Если мы берем работы Александра Альтеровича Литвина, то он, прежде всего, действительно существенный вклад в изучение общественно-политического движения в Среднем Поволжье. Потому что он действительно выдающий специалист понимания того, какие непосредственно процессы политические происходили в нашем регионе. Он непосредственно изучил литературу по истории эсеров, октябристов, которые были здесь у нас, в Казанской губернии, вообще, в принципе, в Среднем Поволжье. Ну и, во-вторых, одной из черт важных, как раз, которую красит Александр Альтерович, это его административная работа, умение выстраивать диалог, потому что он заведующий кафедрой, да, умение выстраивать диалог с своими коллегами, умение выстраивать и в том числе научную работу, профессиональную работу коллег и аспирантов. Поэтому в данном случае тут и научная сфера, и административная сфера. А как бы вы охарактеризовали Михаила, Михаилова Андрея Юрьевича? Михаил Андрея Юрьевич, учитель, первый мой учитель. Он действительно, это человек с большой эрудицией. Это человек, который дал мне как раз вот эту базу о том, что историю не нужно изучать только по историческим сочинениям, по источникам, но еще нужно всегда рассматривать это из философского контекста, социологического контекста. И поэтому это для меня до сих пор играет очень большую роль, потому что когда я занимаюсь источниками, все равно есть какое-то желание. Может, что-нибудь прочитать еще из антропологии, из философии, может, для того, чтобы понять, что я вообще читаю. А как бы вот вы себя охарактеризовали на фразы? Одной фразой. Начинающей. Потому что я по-прежнему еще не написал монографию, и как бы это моя цель. Вот когда только напишу монографию, наверное, могу и сказать то, что вот уже все, историк-историк, пока все-таки начинающий. Хотя уже пора бы уже заканчивать с начинающим. Ну, как говорил, Светлана Юрьевна, историк до 45 лет, это молодой специалист. Ну, надеюсь. Ну и закончим мы БЛИЦ. Вы упоминали, почему выбрали ИСТВАК, вот хотелось бы более, так сказать, немножечко подробнее услышать про это. БЛИЦ — это надолго. Ну, чуть-чуть покороче все-таки. Ну, во-первых, это Олимпиады, да, потому что я любил участвовать в Олимпиады, это соревновательный момент. И, во-вторых, большую роль, опять-таки, сыграли личности, да, это учителя истории в средней общеобразовательной школе номер один города Менделеевска, которым я безумно благодарен за тот вклад и за тот образ хорошего педагога-учителя, который они для меня оказали. Как вы считаете, какое историка самое главное свойство? Что вот, без чего он не может существовать, в принципе? Любопытство и дотошность. Наука или научпоп? Наука. 20-й век или 19-й? 19-й. Славянофилы или западники? Славянофилы. Локальная история или глобальная? Локально-глобальная. Интересно. Потому что мы не можем понять, что происходило здесь на местах без общего контекста. И в то же время мы не можем построить общий контекст глобальный без понимания, что происходило на местах. Вот вы немного сказали про междисциплинарность. Мелик, мы ее упомянули. Как вы считаете, это основа будущего исследования или скорее нужно, наоборот, сосредоточиться на более исторических методах? Сначала нужно сосредоточиться на исторических методах, сделать общую историческую реконструкцию, а уже потом начинать заниматься и междисциплинарными аспектами. Потому что сначала нужно понять, что такое ремесло. Историк, а уж потом заняться ремеслом других специалистов. Спасибо большое за то, что ответили на все мои вопросы. И был очень рад вас видеть. На этом мы с вами прощаемся. До свидания. Спасибо, что были с нами. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok